МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского Радио. Слушайте ток-шоу Радио Крым Реалии на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Около 30 тысяч крымчан оставались без света, а местные жители жалуются, что власти не смогли расчистить улицы городов от снега. Однако наиболее сложная ситуация была на автодорогах, междугородних автодорогах полуострова. Как снегопады повлияли на жизнь крымчан? Как аннексированный Крым справляется с непогодой? И почему дороги несколько дней не убирались, а многие населенные пункты остались без света? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро. Прямой эфир. В эфире радио Крымреалии. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8, 35 и 13, 10 по крымскому времени. Или же в 7, 35 и 12, 10 по Киеву, а также на 105 и 9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044 490 31 18. Тема дня. Давайте послушаем, что об уборке снега рассказывают крымские чиновники. Так, Сергей Горлов, один из сотрудников коммунальной службы, рассказал об уборке дорог к телеканалу Крым-24. Давайте послушаем. Крым в центре внимания. Самое сложное, это недисциплинированные водители, которые лезут между машин, которые чистят, идут в паре друг за другом, залазят между машин, которые пытаются проехать по встречной полосе и с этим задерживают нас, бывает вперед выскакивают. Вот такие вот слова местных коммунальщиков. Однако водители, сами водители, разделяют несколько другое мнение. Так, журналисты канала «Россия-1» записали переговоры дальнобойщиков о качестве крымских дорог. Давайте послушаем, что они говорят. Вот такие вот фразы. К сожалению, мы не можем привести все цитаты ввиду некоторых ограничений, которые налагаются на радио, работающее в прямом эфире. Однако с нами на связи общественный активист в Крыму Сергей Акимов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста, с одной стороны мы видим достаточно оптимистичные слова чиновников, им надо сказать, что многие крымчане также говорят, по крайней мере, на камеры телеканалов достаточно хорошие вещи о том, как убирается снег. Но можно услышать и многие критические замечания. Вот ваш опыт какой? Когда вы ездите по дорогам, вы замечаете позитив или все-таки недостаточно активно убирают снег? Нет, только я очень много передвигаюсь и по городу, и по трассам только негатив. Но опять же, чему вы? У нас телеканалов, на всех телеканалах, это уже как шоу у нас, нам рассказывают то, что неожиданно, как и марионетецы, они не ожидали, что может пойти снег, и были не готовы к тому, что пройдет зима. Понимаете? Тут еще дело в том, что, как они отрапортовали полностью еще осенью, то, что к зиме полностью готовы, закупили какие-то реагенты, называли какие-то космические цифры, а потом зимой выделяют бедным дворникам, я сам лично вчера наблюдал, что по 5 килограмм в одни руки дворнику, а где эти остальные все непонятно. Также докладывали, что вся готова полностью спецтехника, но на деле мы видим то, что на сегодняшний день, у нас, слава богу, сегодня именно плюс 10, как бы растаяло, а вчера вообще невозможно было, то есть до этого был снег, но там буквально ненадолго, потом очень ужасный лед, потом слякоть, причем это не только на дорогах и на трассах, это было везде. При домовой территории, какие-то улицы обычные, невозможно было пройти полностью. Ну, у нас сейчас, на сегодняшний день, знаете, как в той присказке, все, наверное, наперед. Хлопцы запряженные, а кольные пьяные, то есть у них все хорошо, все замечательно, у них постоянно кто-то мешает. То непогода, не море оказывается, смех выпал, то водители, как вот перед этим я слышал, чиновник говорил, что выезжают, водители мешают. Но я бы хотел бы начать разговор с того, то, что у нас ухудшается, это однозначно. Но как к нам пришла Россия, это именно 2014-2015 год, мы же в Крыму наблюдали, как по федеральным каналам, по нашим Крымским каналам, передавалась какая-то спецтехника, очень много. Там те же снегоуборочные машины, те же мусороводы, какие-то автобусы, какие-то троллейбусы, все это новое было. Нам предоставляли крупные города, такие как Санкт-Петербург, Москва, так называемые, побратимы к наших крупных городов. А по факту, вот, допустим, я как местный житель, я видел именно эту спецтехнику, единицы. А вся та спецтехника, которая и сейчас, она у нас осталась, была и осталась от Украины. Естественно, за эти пять лет ее просто убили. Сергей, вот этот снегопад, который был, мне кажется, что он достаточно нетипичен для Крыма, или все-таки раз в год такое да происходит? Да нет, почему? Наоборот, у нас может быть с утра снегопад, в обед, уже там все так, как и получилось, или наоборот мороз. Все это, это такое у нас постоянно в Крыму, это же Крым. Может быть, снегопад буквально до 20 часов завалит, Потом тут же будет лед, а утром сняка такая, что невозможно еще проехать. Я сейчас горчусь, сказать, что другое, что не было. А именно, что мы хотим еще раз заметить, что позапоследние вот эти именно два года, то, что мы сейчас в России 5 лет, это 17-18 год, практически в таком ужасном состоянии, что не убирается вообще ничего. Поэтому уже это даже власти Крыма подтверждают. Почему у нас за неполных 5 лет поменялось два, я буду говорить за Симферополь, допустим, два руководителя администрации, главы администрации, но также в других городах. Потому что они справлялись с этим, то, что у нас творилось по мусору, по убойке и по всему остальному. То есть сейчас у нас города Крыма превращаются просто в помойки. Почему так получается, не пойму. Опять же, хотелось бы вернуться к той техникой, которая передавалась такой помпой. Это был у нас 14-15 год. Опять же, людям показали, что вот смотрите, ну это как опять подряды патриотизма, скажем так. Смотрите, передаем, у вас этого ничего нет. И вот сейчас к нам зашли крупные компании, какие-то строительные танки, которые стоят те же дороги у нас. Вот у них это вся, кстати, и новая есть спецтехника. А мы ее в городе, лично я ее не видел. Ну, единицы, я же говорю, повторюсь, единицы там буквально в этом году вообще не видел. Никакого, чтобы что-то убиралось. Но здесь опять же хотел подчеркнуть, что мы наблюдаем только не только в городах. А вот наш фонд открыли в СССУ-Тавриду, да, 29 декабря. Открыли, тоже в следующий день ее, конечно, закрыли. Оставили одну полосу. Лично я езжу по ней, по ней невозможно ехать. Самое приятное, самое, когда какие-то осадки, дождь, снег, ну, вообще осадки, там очень, вообще не нужно проехать, это первое. Второе, там такое количество реагентов химических, ну, по России, может быть, это нормально, потому что под снег выпал, и два-три месяца он лежит. А у нас, я повторяю, что через два часа он может растаять. Такое количество реагентов, что когда приезжают по машине, просто текут какие-то желтые полосы, но для Москвы, опять же, для Санкт-Петербурга, это нормально, потому что к нам сюда приезжают, там в основном седневые машины, но у нас у нас другие климатические условия, нам нельзя такой подход, не нужен. А, Сергей, а, кстати, эти реагенты, о которых вот так много говорили чиновники, они помогают на самом деле? Действительно снег тает или он просто загрязняет машину и на этом все? Нет, ну, снег действительно тает, но я вам еще раз говорю, что у нас никакие климатические условия, у нас где-то не Россия, это там, они посыпают, снег падает, как, опять же, вот недавно увидел выступление, не помню фамилия, департамент какой-то, начальник департамента по ЖКХ рассказывали, что мы посыпаем и тут же снег засыпается, правильно, он должен таять, поэтому, она говорит наоборот, то есть они даже не понимают, о чем говорят, вот в чем проблема. Если ты посыпаешь реагентов и снег должен, обязан, получается, идти, он сразу должен таять. Так что у нас в сфере ЖКХ полностью потерпела связка, полностью, именно за, опять же повторюсь, за эти два года, 17-18 год, хотя у них уже какой-то ЖКХ, ЖКХ меняется, но мы видим, что она меняется только в худшую сторону, причем везде, на всех фронтах, поэтому я говорю, что власти, даже Крюстки, они же подтверждают, потому что одного убрали в главу администрации, второго убрали в главу администрации, сейчас поставили другого человека в главу администрации, ну, дай бог, дай бог, конечно, может быть справиться, хотя я знаю, что Сергей был человек учителем, как бы, ну, посмотрим, посмотрим. Что ж, Сергей, благодарю вас за ваши ответы, напомню, мы беседовали с общественным активистом Сергеем Акимовым, буквально через минуту мы продолжим наш разговор, я же просто хочу напомнить нашим слушателям, что мы работаем не только утром, но и вечером, и в нашем вечернем эфире будут звучать самые важные новости дня, поэтому не пропустите. Вот сейчас мы услышали мнение простых водителей, в том числе и общественных активистов, тех людей, которые непосредственно сталкиваются с погодными, сложными погодными условиями в Крыму, а сейчас давайте поговорим о том, как же комментировали происходящие российские чиновники. Так, директор Крымавтодора российского Дмитрий Кривенко рассказывал журналистам о самых проблемных участках. Давайте послушаем его слова. Есть два проблемных участка дороги, традиционно это Грушевский перевал и Ангарский перевал. С началом праздничной недели она принесла обильные снегопады на полуостров. За прошедшую неделю мы обработали 19 тысяч километров дорог. Однако наибольшие жалобы на самом деле со стороны крымчан, ну, по крайней мере, относительно тех дорог, которые не в ведомстве Крымавтодора находятся, поступали на недавно открытые участки трассы Таврида. Сообщали о массовых ДТП там, а власти даже грозили штрафом подрядчику за плохую уборку снега на трассе. Подрядчик, в свою очередь, заявил, что накажет виновных, однако фактически до среды поступали сообщения о том, что уборка до сих пор происходит неподобающим образом. Давайте послушаем, как пресс-секретарь российского строительного управления ВАД по Крыму Григорий Назаров обещал наказать провинившихся за плохую несвоевременную уборку дорог. Давайте послушаем. В отношении лиц, которые допустили некачественную уборку участка на первом, втором этапах трассы Таврида, будут применены дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. То есть в этом плане у нас суровый распорядок. И сейчас у нас на связи бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Александр, здравствуйте. Александр, вы слышите нас? Утро, да, слышу вас. А, прекрасно. Прошу прощения. Смотрите, вот говорят наши слушатели, наши собеседники, что в принципе в Крыму регулярно происходят такие снегопады. Вот вы, как бывший заместитель министра инфраструктуры, действительно ли там, условно говоря, раз в году в Крыму типичная история, когда коммунальщики просто физически не способны справиться с объемом снега, просто потому, что он огромный. И тут нельзя пепенять, мол, на коммунальные службы, а проблема именно в том, что это такие чрезвычайные обстоятельства. Ну, в первую очередь в Крыму осадки в таком объеме бывают очень нечасто. И, конечно, что количество снегоочистной техники на автомобильных дорогах и в населенных пунктах просто не рассчитано на подобный объем осадков. То есть, в принципе, в других регионах Украины тоже бывают подобные случаи, когда выпадают за короткий период месячные, двухмесячные нормы осадков. И необходимо какое-то дополнительное время для того, чтобы расчистить дороги и обеспечить проезд. И плюс расчистка дорог тоже идет по уровню приоритизации. То есть, сначала идут международные национальные коридоры. и только в конце доходит время для уборки местных локальных дорог. Александр, ну вот смотрите, если говорить о трассе Таврида, это не только фактически республиканского значения коридор, но это еще некий проект престижа для российских властей Крыма. Однако, вот их подрядчик, строительное управление ВАД, не справилось фактически. Вот мы сейчас видим с уборкой. Скажите, как часто вообще так происходит, что подрядчиком при уборке подобных дорог является строительное управление? Не должен ли этим заниматься коммунальные службы? Насколько вот такие строительные управления могут быть эффективными, ну я бы сказал, эксплуататорами дорог, то есть обслуживающей компанией в данном случае? Собный подход применяется и на основной части Украины, когда те участки дороги, которые находятся в процессе строительства, за их зимнее и летнее содержание отвечает подрядчик до ввода в эксплуатацию дороги. В данном случае дорога полностью в эксплуатацию не введена, только открыт проезд по первой части трассы. Естественно, вводиться в эксплуатацию данная дорога будет после завершения строительства второй части, вот когда дорога будет иметь уже четыре полосы движения на всем протяжении. Соответственно, именно подрядчик, который выполняет работы по строительству дороги несет ответственность за зимнее содержание этой дороги, то ее ввода в эксплуатацию, когда она уже будет передаваться эксплуатационным предприятиям. Да, но часто ли так бывает, что подобные подрядчики не справляются? Это нормальная ситуация? Поскольку, в принципе, если речь идет только о части дороги, тем более, еще не о всех полосах, убрать намного проще и легче такие участки, мне кажется. В Полтавской области на трассе М03 Киев-Полтава-Харьков, где реализуется проект по реконструкции дороги за счет средств Мирового банка и работает китайский подрядчик, были проблемы по зимнему содержанию прошлой зимой и этой зимой, и это стало одной из причин даже расторжения договора по реконструкции с китайской компанией. То есть, фактически, это достаточно типичная проблема, я бы так сказал? Да, поскольку подрядчики просто зачастую не имеют достаточно снегоочистительного оборудования и просто не рассчитывают на тот объем осадков, который может быть. Вот скажите, могли бы эти подрядчики предположим, попытаться обратиться за помощью к коммунальщикам? Вот поскольку все-таки это важное национального значения фактическое направление, почему бы его, если не справляешься самостоятельно, да, это там какие-то штрафы, но тем не менее вы по крайней мере поможете людям добраться вовремя и без приключений? Мы понимаем, что снег не падает только на одной дороге, а, как правило, падает по большой территории. И, естественно, что в таких случаях коммунальная техника действована на расчистке дорог в населенных пунктах, а также на местных дорогах и других трассах, которые проходят параллельно. То есть, в принципе, мы прекрасно понимаем, что параллельно участкам Тавриты, например, параллельно второму участку и старая дорога Симферополь-Керчь, которая проходит ближе к Феодосии Владиславовке. В принципе, можно было обеспечить проезд по старой дороге. Что ж, Александр, благодарю вас за ответы. Напомню, мы беседовали с бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины Александром Кавой. Буквально через минуту к нам присоединится экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадиму Лида. И я же хочу напомнить, ну, мы поговорим само собой с ним о тех проблемах, которые появились в Крыму в связи с снегопадами с обеспечением электроэнергии крымчан. Я же хочу напомнить слушателям, что это радио Крымреалии. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-10-06-926. Повторюсь, 8-800-10-06-926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-31-18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крымреалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Как обойти блокировку Крымреалии? Не удается получить доступ к сайту Крымреалии? Скачайте и установите программу Psyphone через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крымреалии. Крымчане имеют право знать. Отключение света на самом деле затронули далеко не один район полуострова, в частности жители Сакского района жаловались на отключение. Давайте послушаем, что они говорили. Крымчане говорят. Где-то наверное полшестого утра выключили, потом минут на пять включили, опять отключили. Как вы спасаетесь без света? Никак. Гуляем с детьми, хорошо хоть снег есть. Свету подвязано много, отопление не работает, ни телевидение не работает, тоже сотовая связь не работает. только что в общественное место, в магазин, тоже никто ничего не знает. Генераторы, только генераторы и все. Больше другого спасения нет, люди уже ко всему готовы, поэтому давно все все купили. Жители Ленинского района также жаловались и на момент отключения не могли понять, когда же свет вернется в их дома. Давайте послушаем, что говорили там. Со скольки утра у вас нет света? Ну, часов раз с восьми, может, с девяти где-то так. Я так понял, что где-то на линии обрыв, скорее всего. Так что возможно. А вы звонили куда-то, узнавали, когда, что, как-то? Ну, сказали, что будет, а когда, плохо его знает, когда будет. Крымчане говорят. Итак, с нами на связи бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида. Вадим, здравствуйте. Доброе утро. А вот насколько типичная для Крыма ситуация, когда в связи с снегопадами обрываются провода во многих ни в одном районах полуострова? Ну, дело в том, что особо снежная погода, наверное, вообще нетипична для Крыма. Что касается электроснабжения, то действительно в такую погоду, когда температура в пределах около нуля и образуется гололед, падает снег, то на проводах образуется гололед, они становятся тяжелыми и рутся. То есть эта ситуация для энергоснабжения, для обаэнерго, которая занимается поставками и распределением электроэнергии потребителей очень-очень тяжелая. И, как правило, на материковой части Украины где-то ситуация возникает чаще, то компании готовят к такой погоде, закупают необходимое оборудование и содержат такой резервный аварийный запас проводов, бригады дежурят эти обрывы ликвидируются. То есть насколько компания Крыма готова, сложно сказать. Вадим, я правильно понимаю, что в принципе к таким погодным условиям подготовиться, принять какие-то меры, чтобы этого избежать, невозможно. Можно только подготовиться к тому, чтобы быстро ликвидировать последствия подобных аварий. да, конечно, потому что если погодные условия такие, что интенсивно образуется голод и происходят обрывы, то в этой ситуации дежурятся аварийные бригады, организовывается дежурство круглосуточное, и эти бригады по первому же сигналу, что где-то произошел обрыв, выезжают на место и ликвидируют. Если таких обрывов очень много, то соответственно нужно определенное время, в течение правил стараются эти обрывы реализировать максимально быстро в течение суток на электроснабжение. Вадим, а есть ли какие-то меры, которые можно принять до подобных снегопадов или оледенения, чтобы избежать обрывов? Возможно, профилактические какие-то осмотры, укрепления, возможно, использовать другие материалы для, скажем так, электросетей, или же вот это, условно говоря, как ураган, он проходит и просто нужно стоически вынести его последствия? Профилактические меры применяются, как правило, еще летом, это в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, производится осмотр линии электропередач, производятся необходимые плановые ремонты, замены участков, которые находятся в плохом состоянии, для того, чтобы подготовиться к сложным погодным условиям. Я понял. Вадим, ну вот, если я правильно могу подытожить вашу мысль, условно говоря, если я простой крымчанин, судить о расторопности и готовности местных властей к снегопадам, я могу не потому, отключили ли мне свет, а потому, насколько быстро мне его включили снова. да, абсолютно правильно. То есть, готовность к таким погодным условиям, вообще, обеспечение качества электроснабжения, оно в этом случае оценивается по длительности перерыва электроснабжения. То есть, компания максимально быстрая, это должно, как правило, занимать от нескольких часов до самых сложных ситуаций, до суток. Это снабжение должно быть восстановлено. Вадим, ну и в принципе, насколько по-вашему экономически выгодно таким регионам, как Крым, где, в принципе, как вы говорите, тяжелые погодные условия не часто происходят, вот готовятся к снегопадам и так далее. Если это происходит, условно говоря, раз в году или раз в два года, действительно ли не легче ли там, условно говоря, не тратить лишние средства, направить их на что-то более важное, ну, посидят, условно говоря, крымчане день-два без света? Ну, здесь нет экономической аспекте, здесь речь идет о надежности энергоснабжения и эта работа должна выполняться в любом случае, потому что это работа, распределяющая компании обеспечить надежность энергоснабжения. И поэтому эти мероприятия должны быть проведены, подготовительные и соответственно должны быть люди, должны быть аварийные бригады, должны быть необходимые материалы для того, чтобы максимально быстро в любом случае восстановить энергоснабжение. То есть это будет гололед или ветер или еще что-то. То есть это не важно. Что ж, Вадим, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с бывшим заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадимом Уледой. В студии с вами работал Александр Голубов. Напомню, говорили мы о тех проблемах, которые крымчанам принес недавний многодневный снегопад, заметенные дороги, оборванные провода аварии и отсутствие электричества и то, как с этим всем справлялись крымские власти. Услышимся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова